Так, вот оно, вот оно деревенское счастье. А главное, что кролики здесь ничего не боятся. Об их счастье и благополучии заботится наш герой Арсен Велиев. Об этом сегодня и расскажем. Доброе утро, мои пушистые и ушастые зайцы! Каждый раз приветствуют своих подопечных наш герой, приходя к ним как можно раньше по утру. И ушастые как будто отвечают, и наши вам с кисточкой. Жалоб нет, проблем нет, еда есть, счастье тоже есть. И судя по объемным бокам и блестящей шерстке, кролики и правда весьма счастливы. Бегают практически на вольной воле и не замечают ничего лишнего. Ага, вот были гости, они кормили и обнимали. Ну да, вот и хозяин нас очень любит. Чего еще желать? Может, чудес? А чудеса здесь тоже возможны. По крайней мере, мы попытаемся в них поверить. Ведь на носу Новый год. Хоть мы и не герои сказок Кэрола, упасть в кроличью нору и найти там друзей нам вполне по силам. В кроличьей норето и есть самое волшебное деревенское счастье. Кроликам я занимаюсь уже 10 лет. Завел их, как и все, для того, чтобы покушать. Дети родились маленькие, все на единическое мясо. А не получилось, они выросли, мы их с маленьких высматривали и кушать. Они стали кушать наш бюджет, жили просто каждый год из года в год. Ну, я изучаю, валячки все происходит, как что лечить, общаюсь с кролиководами. Понял, что они не знают вообще, какие породы есть кроликов. Привыкли, большое мясо, маленькое мясо, а остальные породы даже не знают. Возникла идея, почему не создать, не собрать всю коллекцию пород кроликов. Ну, так оно... Слушайте, ну их, наверное, сотни пород. Вообще, одна литература пишет около 160, другая до 200. Почему? Потому что часть признает они породы, часть мира не признает эти породы. И вот так они около кружатся. Плюс новые добавляются. Возникла идея, ходил долго, вынашивал. Получилось, в 2014 году пригласили меня поучаствовать в гранте. На государство выдавало там 300 тысяч денег. Я с ним проектно пошел. Причем на грант я приехал, когда на защиту я приехал с кроликами. Таких, которых не было. Привез с собой. Вот это, наверное, был восторг у людей. Все пощупали, захотели приехать и посмотреть, как это будет на самом деле. Сейчас мы пройдемся, у меня небольшая коллекция есть. Я уже начал собирать столько времени. Какие есть разные кролики, породы. Ну, просто вот... Ну, идемте смотреть. Добро пожаловать. Большую кроличную норку. Конечно, это не совсем ферма в привычном понимании. Но все фермерские атрибуты присутствуют. Ежедневная и почти ежеминутная забота о здоровье кроликов и других животных. Это непросто. Но это и интересно. Поэтому все, кто здесь оказывается, нередко меняют взгляды на жизнь. Некоторые понимают, что и сами хотели бы заниматься фермерством. Некоторые просто решают перебраться из пыльного шумного города в деревню. А кто-то и вовсе становится вегетарианцем. Ага, только петрушки на всех не хватит. Каждый день приводят своих домашних питомцев. Ну, по разным причинам. Они у нас месяц на карантине находятся, потом мы их уже сюда. Это вот красивая карамелечка. Мы ее сюда посадили. И вот отдали декоративный французский барашек. Это папа вот этих малышей. Одно ухо повисло, но, не знаю, может, второе повисит. Но такие они получились смешные. Тут главный призыв не совать пальцы. Да, потому что маленькие дети приходят, они берутся ручками за сетку. А кролики привыкли, что их угощают здесь морковкой. И могут прикусить. Пальцы совать могут только специалисты. Ну, да, я знаю, когда вовремя высунуть. А что мы ходим так? Давайте я принесу петрушку и морковку, и наглядно посмотрим, как они питаются. Давайте. Теперь у нас есть букет. Да, вот так интереснее намного. Каждому гостю, кто там приезжает, мы даем пучок петрушки малышам до трех лет морковку, чтобы было удобнее кормить. Она порезана такими соломками. Как все подготовлено. Да. Ну, конечно, просто сразу действительно хочется всех покормить. Вот мамаша. Гости, которые приезжают со своей морковкой, обычно режут их колечками. Пришлось здесь сделать им дырочки побольше, чтобы они могли кругляшки записывать. Угощайте. Расскажите вот об этом вот папаше, как он себя ощущает здесь. По-моему, лучше всех. Он успевает от одной самочки перепрыгнуть к другой самочке, и там, и тут успевает. Эта дама планировала рожать, нарвала пух в домике, но почему-то, наверное, получился холостая беременность. Мы его, опять, посадили к ней. Всем, всем нужно, всех нужно покормить, чтобы всем досталось. Такие вот малыши. Главное, что эти взрослые, но все равно такие крошечные и хорошенькие. Декоративные кролики для домашнего содержания. У меня дома тоже были раньше кролики, когда я жила в деревне, и я, конечно, от них балдею. Так, ну что, идемте дальше. Пойдемте дальше. Это знаменитая порода советская шиншилла. Было выведено в советское время для того, чтобы заменить шкурку шиншиллы. Это мясо-шкурковая порода. Очень шикарно, мне нравится, особенно вот их подбородочек, где меня готовится. Но здесь, несмотря на их прекрасную шерсть и пух, они живут в безопасности. В безопасности, да. Им ничего не угрожает. Здесь им повезло. О, какой там красивый. А это французский баран простой, это был декоративный, маленький он так остается. Это средняя порода мясная, до 5 килограмм веса набирает она. Это дамочка тоже беременная. Будем скоро ждать пополнения. Мне кажется, я их мало кормлю, хочется больше. Кролики до 60 раз приходят питаться в сутки. А чем они еще питаются, кроме таких вот морковки, которые у вас? Вообще кролики травоядные животные, но у них в наличии у нас есть постоянно зерно и сено. Это их основной корм, а это уже как конфетки. Поэтому они все выстраиваются в рядочек и ждут. Это тоже одна из моих любимых пород, новозеландские белые. У них такие кулые мордахи, но это сейчас маманя кормит, немножечко похудела, а так шикарные. И весь выводок ежней. А этим вот пушистые. Это белый пуховый кролик. Данная порода была выведена для пуха. Есть ангорские кролики, у них шерсть длиннее, до 20 сантиметров доходит. На кофты ангорские есть ангорские козы, а есть ангорские кролики. А это более пух, меньше остевых волос. У меня вся петрушка развалилась. Так, иди сюда. А такие малыши, они тоже уже едят петрушку? Эти малыши уже, да, им уже почти месяц. Тогда вам надо побольше. Петрушка имеет свою особенность, кролики ее поедают в большом количестве и никаких проблем не вызывают. Есть такой стеротип, что кролики едят капусту, и люди приезжают, нажать свою капусту. Капуста – это пограничный корм, нежелательный кроликам. Поэтому будете приезжать, приезжайте без капусты. Нам дали подержать малыша. Рождаются они лысенькие, вообще как крысята, слепые. И к 12 дням постепенно начинают открывать глазки, обрастают шерстью. В это время нужно обязательно залезть постреть их, потому что они у всех могут открыться глазки. Если не открылся глаз, надо помочь ему открыться, иначе будет бельмо на глазу. Потом к 20 дням они уже полностью обрастают шерстью и уже пытаются выходить из норки и кушать. А мамы как о них заботятся? Они их не облизывают, как коты? Мамы облизывают и себя, и малышей облизывают, кормят. Причем, если в помете много крольчат, то есть некоторые самки делят на два гнезда крольчат и кормят по очереди. Но проблема в том, что они не как кошки. Если крольчонок где-то выполз из гнезда, крольчиха не может его зубами взять и перенести. Вот там есть проблема. Нужно следить, чтобы малыши не выползали из норок. Так что с малышами нужно внимательно очень. Да. Многие также еще говорят, ой, нам говорили, что маленьких нельзя брать в руки, не лазьте в гнездо, мама просит. Нужно просто соблюдать определенные правила, чтобы не было постороннего запаха. Также, если у одной крольчихи родились в одно время, у одной побольше, у другой поменьше, можно сделать кукушкование. Взять от одной мамы крольчат и переложить к другой маме. И она будет их смотреть, выкармливать. С таким количеством кроликов точно не будешь скучать. Ведь размножаются они довольно быстро. И каждому нужен дом, где им будет тепло и уютно воспитывать малышей. Строить элитные апартаменты для них нет необходимости. Но архитектурную науку немного пришлось изучить. Так что сложностей в дружбе с ушастыми немало. В 2017 году здесь было голое поле. Полностью была пара островой. Я взял газонокосилку, скосил сюда до своего участка, территорию. И по возможности, сколько было финансов, начинал что создавать. Финансов было мало, катастрофически не хватало. Вот это было построено, вот это загончики. Самый дешевый вариант, который был, это были листы USB. Но это кролики, как видите, грызут. Надо уже произойти. Два года прошло, надо менять все это. И едят домики. И едят домики, да, домики, стеночки. По возможности был построен эти варьерчики. Здесь был один небольшой загончик, где сидело 65 кроликов. Были ошибки. Куча ошибок, которые пришлось переделать. И сейчас я уже будущее, я вижу, как буду перестраивать. Уже, конечно, это будет все убираться. Но с опытом приходится с опытом. Вы кто-то все-таки помогает здесь на ферме вашей? Сейчас уже, когда немножечко хозяйство увеличилось. Да, мой отец постоянно присутствует здесь. Помогает кормить, смотреть. Вчера проводили вакцинацию полностью. Это около 100 кроликов. Но здесь нужно их поймать, уколоть, пострить уши от клеща, промазать всех. Выпустить, конечно, процесс одному тяжеловат. Сам по себе кролик очень нежное существо. У него и нюх плохой, и живот слабый, и глаз слабый. И уши часто болеют, насколько я помню. Клещ, да, клещ нападает. Сам по себе мелкий, но это не проблема. Кролик, легко перенос мороз, до минус 30 градусов. Спокойно держишь, у него шуба, все нормально. Главное, чтобы не сквозило. Но вот жара наша, крымская, немножечко, да. Два года эти не так были сильно жаркие. А вот в 17-м году, когда первый раз открылись, сильно было жарко. Я в день по 2-3 раза ходил с ведром воды и их купал. Купали? Да, уши мочил, чтобы как-то им хотя бы легче сделать. Дальше начинаются пернаты. Чтобы детям было веселее, приобрел двух гусей. Один серый, другой белый. Рассказываю детям экскурсию. Дети, да, веселятся, вспоминают сказку. Ну вот это ихнее потомство. Получилось уже. Гусыня сама туда высадила яйца, родила. Они такие шумные обычно. Они не мешают кроликам жить. Ну, там как-то спокойно. Они тоже едят петрушку? Да, угостите. Так, а где у вас? Да, просто прислоните, они пальчики. Такие, да. Мощные птицы. Это я дома пришел забрать джакузи и ставить гусям. Что делать? Джакузи теперь для гусей. Для гусей. Это полтавское серебро, да. Данные кролики рождаются совершенно черными. И потом к трем месяцам покрываются дымкой серебристой. Ну, это один тоже еще моих любимчиков. Это венский голубой. Похож на британскую веслоухую кошку. Это калифорнийцы. Калифорнийские кролики. Известная такая порода. Бролерная курица-кролиководство. Как раз порода выведена для мясного хозяйства. Быстро растут. Четырех месяцев уже готовых случки. Хорошие мамы. Молочные. Они напоминают сиамских кошек. Да, сиамские кошки. Вот так, скажем, мы едим все. Слушайте, как здорово. Ну, вот это да. Это наш дядя Боря. Бельгийский великан. По стандарту 7 килограмм весом и выше. Этот краз по минимуму 7 килограмм всего лишь. Давай сюда, иди. Иди, будем позировать на камеру. Размер ухо у них по стандарту 21 сантиметр. Если будет больше, то все кролиководы печат от радости. Ну, всегда хочется, чтобы было и больше, и красивее. Для больших ушей есть французские бараны и английские. Ну что, дядя Боря, как тебе, Петрушка? Жалко, что кролики не умеют разговаривать. Или умеют? Умеют пищать. Если поймали их неожиданно, они умеют кричать очень громко. А так они между собой сообщают об опасности, стуча задними лапами об землю. Вот как. Барабанят. Новозеландский красный кролик. Рыжий. Какой красивый рыжий кролик. А кролики, они как-то, ну, знаете, как коты, ласку проявляют? Проявляют. Каким образом? Кролики поддаются дрессировке, как бы это странно ни звучало. Приходят, ласкаются, тискаются, прижимают, чтобы их погладили. И очень забавно падают на бок. Подходят, прыжки, завариваются на бок. Лежат. Самый такой момент, если поймать, очень интересно. Ну, происходит, правда, очень быстро. Кроме принимающих джакузи шумных гусей, есть еще несколько пернатых. Кроткие и прекрасные голуби. Пара бойцовских петухов, которым, конечно же, ни с кем не приходится драться. И молодые павлины. Пока только начинающие звезды этого звериного сообщества. На них, собственно, галерея заканчивается. И теперь наш путь лежит в дикие просторы кроличьих земель. На двой! Предманник. Он возник очень интересно. Здесь был просто огорожен по периметру. И однажды я не проследил. Гости вышли и не закрыли эту калитку. Я вышел и гляжу, все кролики у нас пасутся в поле. Кошмар. Все 70 голов в поле. Как собрать их? Не знаю, там еды хватает же. Ну, ведро зерном. Крик зайца за мной. Забежали все сюда, то мы думаем, нет, теперь нужно сделать предбанечек. И он еще нужен для того, чтобы, когда мы проводим процедуру вакцинации, например, чтобы не бегать по всей этой территории, 12 соток, мы их заводим сюда, насыпаем зерно, они все заходят сюда. И здесь уже легко их поймать, осмотреть, сделать укол и выпускать туда. Вот так вот. Идем теперь на свободу. Да. Здесь кролики живут в естественных условиях. Роют норки, рожают в норках крольчат. Женятся, разводятся, дерутся. Драки – это естественные их вещи. Самцы дерутся за самок, самки дерутся за территорию. Сейчас мы покажем здесь норки. Стоило только выдать по листочку петрушки и сразу все прибежали. Говорят, что кролики не такие умные, скажем, как собаки или кошки, но мне кажется, все-таки они достаточно коммуникабельны и весьма умны. Умны не то слово. Они знают. Некоторые уже научились, что их могут… Даются брать норки, сидят на руках, лишь бы их кормили, потому что им здесь достаточно больше корма. Есть у нас серый один наглый, как странно, что еще не прибежал, а он прячется в домике. Тут пацан на руках, в сумках, где только не было, он лезет вперед всех. Идем, я вам покажу здесь норку. Она здесь как раз провалилась с землями, мы ее накрыли. А не боитесь, что они сделают подкоп куда-то за территорию? Не, ну опыт подсказал, как нужно сделать. Здесь по периметру закопана сетка и шифер на глубину почти метр, а кролики роют 30 сантиметров глубиной и потом расходятся шахтами. Вот он выглядывает из норки. Боже, какая интересная. Крольчиха, когда собирается рожать, роет норку, рожает там крольчат, закапывает в ход, чтобы никто чуть посторонний не зашел. Потом оставляет, и если нужно, они пользуются. Если нет, половина уже просто подосыпались, никто даже не заглядывает. Зайцы наши степные, они норки не роют, делают небольшую лозбиночку, рожают зайчат, полностью сформировавшись, шерсть, глаза открыты, в случае опасности сразу разбегаются. Кроликов немножко поражают. Говорят, вау эффект! Кролик с зайцами не скрещиваются, у них две хромосомы разница. Они отряд зайцеобразных, но вот такая у них особенность друг от друга. Они такие тепленькие на солнышке. И толстенькие стали, они же подготовились к зиме. Пытаюсь вырастить здесь деревья. Два года это проблема. Умудряются они подковырять, вот там вот сетка огорожена. Они же сразу начинают все есть, да? Все, были здесь вот шиповники, съели, они засохли. Вот одно дерево было, тоже в кору погрызли, оно засохло. Приходится ограждать двойной сеткой уже. Так, вот я вижу ребят. Пух. Это показатель либо драки, вот он, драк идет, либо же крольчиха собирается рожать, выщипит из себя пух, делает там норку. И когда она откапывает крольчат, бывает, что выталкивает и пух тоже вместе с сеном оттуда. А как думаете, вот как им лучше? Вот в таких свободных условиях или вот где они под присмотром, в клетке там и рожают под присмотром, скажем так? Нет, конечно, я стараюсь, я вообще по жизни отношусь ко всему, как задумано природой. Вот ребенок должен родиться голенький и бегать на голенькие, не нужно его одевать, пеленать там. Ну он как природа, его же никто не пеленает, так и зайцем. Кто, как он в природе? Он в природе должен родить в норе, холодно, жарко. Потому что уже сразу, когда к зиме готовится, шуба толще становится, летно полиняет, будет тоньше. Поэтому в природе, естественно, есть в естественных условиях лучше. Вот этот крольчонок, я-то всех своих кролехов знаю в лицо, появился случайно. Кто-то его привез и просто подкинул. Так делать ни в коем случае нельзя. Во-первых, домашних кроликов чаще всего не прививают, не делают нужные процедуры. И попадая сюда в среду, где птичка может прилететь, привезти какую-то заразу, и он сам может быть носителем какой-нибудь заразы. Лучше его отдать нам. Кролик просто сам по себе, он как бы и кошка, ручной приходит, и уже как дикое животное. Вот какой-то симбиоз, который вызывает именно умиление, хочется их погладить. Все больше заводят дома, они забавные, наблюдают. Вот, конечно, есть моменты содержания дома. Будет погрызана мебель, провода, катышки кругом, МНДМ, я называю, будут по всему дому. Но многих это не пугает. Они готовы ухаживать за животом, смотреть, и все больше и больше заводят дома. Жаль, что нельзя в городской квартире завести ослика. Или можно. Нет, лучше уж вы к нам, в деревню, на просторы, поближе к животным. Так вот, чудеса продолжаются. Родила ослица в ночь замечательную дочь. По соседству с кроликами теперь живут и всем своим видом радуют гостей. Ослики у нас появились уже два года назад. Я их приобрел, чтобы катать деток. Но времени не хватает заниматься ими. Они сами по себе росли в Черноморском районе. Послить с барашками. Не знали поначалу даже, что такое морковка им давал. Сейчас уже научились, кушают. В общем, завел осликов, чтобы катать детей. Но времени не хватает тренировать их. Вот они так и живут. Вот гости подходят, фотографируются, детей своих сами садят. Продавали нам с девизом, что вот смотри, она беременная. Ты покупаешь трех по цене двух. В итоге не было, она беременная. Ждали, ждали мы, ждали, ждали. И вот как-то так неожиданно получилось. Честно говоря, даже никто и не знал, что она беременная. По факту мы наблюдали, когда у них была любовь и свадьба. Они носят 11 месяцев. 11 месяцев прошло, но она не родила. Ну, толстая и толстая. И буквально недавно, 7 дней назад, бонус, киндер-сюрприз раскрылся. И появился у нас маленький осленок. Мы ее назвали малышка Тори. Как выбирали имя? Имя выбирали по всем современным маркетинговым ходам, всем инстаграмам. Повышали охваты, увеличивали популярность в три этапа. И вот буквально вчера я озвучил, что все-таки победила, победила была Варя, Варежка, и Тори, малышка. Тори победила с большим отрывом. Теперь у нас есть малышка Тори. Это наш не первый опыт. Мы приобретали маленького козлика. Сейчас подойдем к нему. Также выбирали имя все инстаграмы. Получился у нас Аркадий Петрович. Ну что, Марта? Ух ты! Ешь, было полезное молоко для Тори. На этом поле была посажена трава сорга, которая стала им сеном. А вообще я планировал здесь сделать, опять же, как я говорю, предпринимать, планировал здесь сделать кукурузный лабиринт. Ух ты! Ну так как кукуруза растет плохо без воды, а воды здесь нету, я решил заменить травой сорга. Сорга на вид похожа на кукурузу очень. Это веники вот эти? Ну да, почти веники. Пробовал в том году сделать. Дождей было мало, но не выросло. В этом году выросло, но я испугался того, что слишком быстро все высохло у нас. Пожароопасность и не стал запускать. А так проект, конечно, был интересный. Все, пойдем у жулика кормить. А какой жулик по характеру? Расскажите. Ну, своенравный. Если Марта более спокойная, то он такой парень может и показать свой характер. Я пытаюсь его научить возить себя. А один раз он меня протащил по земле. Не захотел он меня катать. Ну, понятно, я большой для него. Скинул, я его пытался спать за веревку. Вот так он меня протащил по полю. Вот такой вот жулик, хулигант. Ну, это поначалу было, пока мы с ним не подружились, не познакомились. Сейчас уже спокойно. Иногда я на нем катаюсь. Это очень старый кролик. Лет 300-400 ему где-то. Потому что он тоже ушастый. Как в том анекдоте. Поэтому парочки хватит для экзотики. Это Аркадий Петрович. Мы взяли ее как жениха к нашей козе, которая осталась нам бонусом вместе с осликами. Какие он звуки издает интересные. Хрюкает. Коза Мимека жила вместе с кроликами. Прыгает, скочит, всем мешается. Решили завести маленького козлика. Она научила его бодаться. И он с маленького возраста стал всех бить детей. Боднет, маленького ребенка много не надо, он падает на попу и плачет. Пришлось его выселить. Ну, заодно и козу за то, что она грызла наши деревья. Давайте я пойду ее покормлю. Конечно. Несмотря на ее здоровый характер. Нет, характер у нее спокойный. Как любое животное, она хотела съесть деревья. Мне кажется, она не хочет есть петрушку. У нас все такие голодные, по ним видно. На, будешь морковку? Ладно, тогда Аркадий Петрович. Не хочешь, не морковку? Ну, козы такой неотъемлемый атрибут вообще, в принципе, сельской жизни. Аркадий Петрович, мы надеемся сделать нам потомство с Мимекой. И будут у нас маленькие козочки. Да? Козы, конечно, не кролики. Размножаются немного медленней. И пока можно только представить будущих козлят Мимеки и Аркадия Петровича. А какой будет азарт, когда настанет время давать им имена. Сбегутся сюда и городские, и деревенские жители. Это место давно объединяет людей. И сам Арсен говорит, что теперь уже никогда не сменит сельские реалии на городские. Ведь здесь у него получается сделать счастливыми и кроликов, и свою семью. Стоит рано с петухами. Сперва встаем мы, потом идем будить петухов всю жизнь в деревне. Один раз попробовал пожить в Санкт-Петербурге год, убежал быстро. Не смог я жить в большом городе. Слишком шумно, слишком суета какая-то. Здесь спокойно, тишина. Я сам родился в Азии, в Киргизстане. И родители переехали на родину предков. Так вот мы оказались здесь, в червоном. Место расположения очень хорошее. Находится на трассе Ихпатория-Симферополь. Вторая трасса на Армянскую ходит. До моря недалеко. Город рядом, как Симферополь, так и Ихпатория. Наше Сашское лечебное озеро рядом. Куча людей приезжает лечиться сюда. Мы, как местные жители, сапожники, без сапог не ездим туда лечиться. Тишина, спокойствие. Здесь я начал разрабатывать земельный участок. Начали появляться соседи. Уже как-то просимулировал других людей тоже действовать на селе, не убегать в город куда-то. Сосед планирует посадить в сад. Другой сосед начал сажать пшеницу. Ну, зачем бежать в город? Можно и здесь жить. Отец держал кроликов всегда. У нас было много кроликов, больше двухсот штук. И однажды, когда я был маленький, мне было лет шесть, наверное, я залез в крольчатник и достал маленького крольчонка, лысого, слепого. Ну, что мне ударило в голову, не знаю. Я решил, что он хочет пить. И в итоге я его помокал водой, и он не выжил. Ну, может, теперь я пытаюсь это как-то восстановить. Справедливость с Еленой вырастить кроликов целую кучу, дать им жизнь. Получаем удовольствие. И опять же, когда смотришь на улыбки детей, и выходят они счастливые, и благодарность родителей, ну, это, наверное, стимулирует. Ну, я женат. У меня есть двое детей. Дочка 10 лет, сыну 7. Пошел в первый класс в этом году. Дочка занимается танцами с 3 лет. Сын тоже занимается. Помимо современной хореографии, Крымсо-Татарская. В общем, заняты они по полной. Также еще сын ходит на борьбу. Ну, дети заняты полностью. У меня... Я счастливый. У меня есть семья, дети. Ну, любимая работа. Что еще у меня есть счастье? Счастье кроликов? То, что у них появился я. И то, что их теперь не съедят. Наверное, так. Алиса закрывает книгу, берет мартовского кролика за лапку и бежит вместе с ним дальше на безумное чаепитие в Страну Чудес. А мы увидимся с вами уже в Новом году. Желаем тепла и добра. Любите свою землю, любите животных, любите своих близких и берегите свое счастье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин